Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Сегодня у городским поселку Карма прошел первый фестиваль «Льняная карусель». З увагой и клопотом до подрастающего поколения. У Гомеля открылся центр подлеток. Як худше знайсти працу, або открыть уласную справу. Во университете имя сухого реализуется дукацейный проект под назвой «Паспяховая праца уладковання». Усе усядло. Гомельские велосипедисты массовым заездом закрыли сезон. Каля тысячи человек приняли удел у Восиньским велопробегу. А зараз об этом иншим больше подробязно. Сегодня у городским поселку Карма прошел первый фестиваль «Льняная карусель». Организаторы спадяются, что это мероприемство станет брендом района и будет саденичать притягнение сюда туристов. Тематичные подворки, выставы и майстер-классы рамесников наведал Олег Синтероу. В Сорске Карагод, Клич Полесье, это первый «Льняная карусель». У регионов Гомельской области организуются фестивали, которые повинны стать их визитными картками. На кольке это отримается у кармянского района. Сказать по культяшка, «Льняная карусель» прошла тут в первый раз. А если планы у организаторов Виолики, у речи, когда рабочие нечто масштабные, то и эффект повинен быть ответственным. В фестивале «Льняная карусель» мы задумались тем, чтобы как можно больше собрать друзей, как можно больше познакомить с нашим населенным пунктом, с территорией нашей. И, безусловно, это будет привлекать и туристов, и гостей. И рассчитываем на то, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономической составляющей. Традиции выросшивания и перепросовки льону на кармянщине наличиваются и нескольких ста годов. Хоть в уголе эта культура человечества, вядомая еще с 5 тысячи годов до н.э., и иншая справа, что выробы ЗАЕ тогда были литерально золотыми. Ранее выробы зелену ценились вельми высоко. У старожитном Египте, например, их носили только фараоны и жрацы. Причем, кошт таких выробы напрямую залежу от их ваги. Кольки вопротка важила, столько ЗАЕ давали и золота. А прича того, вядомый такий факт, на суцветной лондонской выставе в середине 19-го ста годя коронковую длинную густку вагой 56 граммов продали за 725 граммов золота. У Беларуси в целом и на кормянщине у приватности таких цен, правда, николи не было. Выробы зелену тут выкорствовались массово, причем носили их не только заможные люди. Для организации фестиваля у корме не только заденечили у властной макшимости, а и запросили гостей из России, Украины и Италии. Плюс допомога Евросоюза у рамках проекта саденечения на местовом узоровне у Республицы Беларусь. На выдаткованные сродки зарабили центральную приоритетовку и створили центр ресурсного забеспечения фестивалю. В Украинах и Европейского Союза для неэвербы до речи так само користаются по опытам, хоть набыть их можно не кожным. В Италии не используется лен, как бы его не собирают, но пользуются постельным бельем, но пользуются этим только богатые люди. Рубашки, платья для женщин, брюки для мужчин от 150 до 200 евро. Тема лену в кармянском районе выкористовывается не только у створений промысловых брендов, и теперь в фестивальном руху для района гэта макчимость захования народных районств и выхования поваги до человека працы. Менавито с такой мэтой у Струкачевской средней школе два года тому створили напоятно пеший на Гомичный музей Ильну. Теперь тут не только организуюсь экскурсии, у тымляку для новочинцев зыншых школ, а ле и проводить тематичные уроки. Дети приходят, вот, ну, меньшие дети, началка, среднее звено. Приходят они просто в этом музее, можно сказать, в свободное время, они живут. Там всё это расставлено так, как, ну, в доме в старом было. И очень любят там быть. На уроках белорусской литературы часто используются материалы, на уроках истории используются материалы, которые собраны в музее. В наступном году фестиваль «Льняная карусель» в Крамянском районе планует провести знову, а ле отбыться лен повинен ранее, неже у Жнивни. И справа не только у Божь теплого надвора, неже у гэты перейд лен квятнее, причем протягивается гэты процесс усягоня как и годин. А таму и бачили, квятнеющий лен далеко не усе. Гэта прикладна тоеш, что сноси папорот кветку. В усилякем разе счастье повинно не покидать человека на протягу як минимум целого года. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадо-компания «Гомель» с Кормы. У Гомеля открылся центр «Падлеток». И он створен в рамках проекта ЕСАН «Белмед», який финансуется Европейским Союзом. Бесплатную, головную анонимную допомогу им смогут отримать «Падлетки», які сутыкнулись с проблемами переходного взрослого. На открытии побывали наши корреспонденты. «Падлетковые суициды, правопорушения, алкоголизм, коренья и конфликты с одногодками. Специалисты отзначают, что основным до этих негативных зъяв схильные дети, у яких серьезные проблемы у семьи, и яким не хапая упевненности у себе. Допомогу в выращении этих проблем павинна оказать у центры «Падлеток». И он разместился на базе Гомельской центральной городской детячей поликлиники по улице Мазурова. Сюды молодць сможет звернуться за консультацией, порадойти под трымкой по пытаниях здоровья и проблемах переходного взрослого. Працовать будут шесть специалистов, у тым лику психолог, педиятор и психиатр-нарколог. Это семая подобная установа у Гомельской области, 55-я Украине. Усе функционуют у системе аховы здоровья, однако работа у них организована не по схеме традиционной поликлиничной установы. Вельмі важна тое, што мы адчыняем гусь гэты молодзьавы центр. Йон павинен стаць прытулкам для молодых людей, дзе яны могуць знайсті падтрымку, дзе ях не будуць рэгістраваць, не будуць подпракаць в учэмсті, не будуць задаваць пытання, чаму вы так сябе паводзіце. Гэта тое місце, дзе яны могуць атрымаць дапамогу, дзе ях, канешна, могуць навучыць, паводзіць сябе больша адказна. Але перед імі не будуць махаць пальцем і не будуць читаць лекці. А тримаць консультацію центры падткі можутьць цялкам ананімна. Прыгэтам звернуться за дапамогой до спеціалістів можна і праз інтернет по скайпі. Те тримаць консультацію по телефоні, номер вы зараз башыць на сваих екранах. Альбо прісті асабіста по адресі Мазурова, 10 В. З 8 гадзин раніцца до 16.30. В цих кабінетах будуть проходять індивідуальні консультація, вістіся інформаційна і освітнінська праця. Прыня обходністі непівналетнім акажуть психологічну і медицинську дапамогу. А крім'я тагою, будуть організовано навучання спеціалістів інших медустанов. На створенні центра будуть кавані каля 9 тисяч доларів. На гэтай сродкі набуте медицинське обсталявання, мебля і комп'ютарная техніка. Я хочу сказати більше спасіба місному власті, каторій дуже багато роботає для діцей і підростків. Спасіба директору, спасіба городскому і обласному власті. Дарэч, у нашій країні за пушній год адзначэны рост зварота у падлетка у падобнія центры большім на паутары тисячі. Гэта свечыць аб запатрабаваності установ і ефіктывным форматі работы з молодзю. Тому іх сетка будзе пашырацца. У бляжайшы час у Біларуся адкрыюцца яшчэ дзві падобнія установы. Ганна Кавалёва, Максим Савін, Максим Славін. Телерадоя компанія Гоміль. Як хучэй знайсті працу абу адкрыцю ласную справу. Ва універсітеці м'я Сухога реалізуюць едукаційний праєкт пад назва і паспяховая працеулаткавання. На працягу года пройдзі шерах навучальних семінарів, трэнінгав, круглих столоў і бізнес-сустрэч. Над ним з їх пабывала і наша здымачная група. Віктор Камарес наведвае кожны семінар праєкта. Младый чалавек, неадавна скончыв університэт знаходзіцца на стартовай пляцовці на шляху да самастойнага жыцця. Трэнінгі, семінары, сустрэчы з вопытными бізнесменамі, працтавнікамі улады і прамысловага сектору еканомікі дапамаглі спрастіць задачу. Віктор мае намер пайсті ў бізнес. Засталося вырышыць, чым лепш заняться. Прадаваць настольны гульні або выросшываць ракаў. У меня имеюся идеи, які я хочу реалізувати. І приходя на ці семінары, я хочу получить, собственно, інформацію, як я делався влучшати, як це зробити, ну і яку систію можеш вибрати. Також буду ходити до конца уже, пройдя весь цей курс повністю. І надіюся, що після цього курса я змогу відкрити своє діло і стати успішним в своєй область. Каб знайсті свайо місца на рынку працы, важна зразуміць, хто ти. Выканаўца, і тады, дякучы трэнінгам і семінарам, можна навучыцца достойна і ефектна прайзентаваць сябе потэнціяльному працадавцы. Ці прадпрымальнік, тады спеціальні заняткі і бізнесустрэчы, дапамагуць зразуміць асновныя законы арганізацій і вядзення уласной справы. Мінавіта гэтаму прасвечэны восінські блок праекта «Поспяховая праца уладкавання», «Дорожная карта». Открытие собственного дела – это один, можно даже сказать, основной ресурс для поиска работы на сегодняшний день. Мы рассматриваем эту проблему так, что люди, в принципе, должны понимать, что сегодня для того, чтобы трудоустроиться, нужно ещё и создавать свой бизнес. Поскольку мы знаем, что у наших людей есть свои идеи, мы много чего можем, мы, в принципе, образованная нация. И вот этот ресурс хотелось бы реализовать именно в собственном бизнесе. Один из ярких прикладов – история студента Белорусского державного университета транспорту Дяніса Смолякова. Молодець человека, дякуючи уделу у мероприемствах проекта «Поспяховая праца уладкавання», открыл уласную справу. Зараз Йон – уладальник интернет-магазина. Пообщавшись с ними, понимаю, что это не так уж трудно. Главное – действовать. Нам дали рабочую схему, как достичь кратчайших сроков. И, в принципе, это сработало. Мы попробовали, и все выстрелило. Жихарка Гомеля Светлана Сверская после ликвидации предприемства, когда погода не могла знайти працу по специальности. Когда видела объяву об черговой подходящей вакансии, тут же связывалась с работодцем. Но каждый раз нечто не отримывалось. После некоторых отмыв зусима пустила руки. И тут випадково знайшла в интернете информацию про бесплатные семинары у Политехническом университете как раз для таких, как и она. У вынику женщина отримала необходимые коммуникативные навыки и знайшла працу. На курсах я приобрела именно на курсах навыки, как преподнести себя, как свое время лучше использовать в работе. Там с многими агентствами нас познакомили. Тренеры очень все квалифицированные и грамотные со стажем работы. Усяго за час реализации проекта для слухачок бесплатно организуют больше к полсотню адекватных мероприемств. Например, уголение психологии, карьерного развития, повышение социальной отказности, пошуку працы, предпринимательства и створение уластного бизнеса. Долучиться до отдела в проекте может любой жадающий. Марина Джалая, Валерия Панько, телерадио компания «Гомель». Сегодня означается Международный день перокладчика. З на годы свято у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина открылась выстава «Живая совесть по международам». Экспозиция разместилась в музее редкой книги. Она наличивает свыше 30-ти саправды уникальных выданий, у тем лику миниатюрных. Гэта переважно словники и подручники по замежных мовах. Одны адлюстровываются агульновядомые мовы народа у свету, иншие – довольно редкие и навод мертвые. Например, это дунганский язык, который распространен сейчас только в некоторых областях севера Китая. Это айродский язык, или как его сейчас называют южно-алтайский язык, на котором, понятное дело, разговаривают несколько тысяч жителей республики Алтай современной Российской Федерации. Проставленные выдания датуются от початку 19-го ста годзе до 70-х до 20-х. Саправдной разыночкой коллекции з'является великий сбор до военных подручников по белорусской мове, по яких можно просочить изменения ее литературных и филологичных норм. Экспозиция книжных выданий удополненная грошовыми одзинками и предметами побыту разных народов. У Гомельским державным в училище Олимпийского резерва отбылся святочный концерт, присвеченный одразу дзюмно-дыходящим святам Дню наставника и Дню сталого человека. Залу установы собрало больше, как 100 человек. Сирот запрошенных заслуженные тренеры, молодое поколение наставников установу спортивного профиля. Некаторым з'их за особистый укладу навучения и выхования юных спортсменов в этот день были уручены гоноровые грамоты управления спорту и туризму Гомельского облаканкама. Особливая ж гости мероприемства ветераны спорту, некаторым уже за 80. У их биографии описаны перемоги на самых высоких уздровнях, есть чемпионы Европы и навыц свету. Даречи, частка з'их за свое житце поспела завоевать перемоги не только на спортивном поле али на военным, кали по воле лесу довелось оборонять Радзиму уходы Великой Айчинной войны. У наступные часы многие стали тренерами и передавали свой опыт уже молодым спортсменам. На переда дни дня сталага человека и дня настауника их повиншовали творчые коллективы Гомеля. Со сцены гучали любимые песни и живая музыка. Моя вся жизнь связана со спортом потому что я волейболист я уже более 50 лет в волейболе поэтому ну вот мне предложили возглавить нашу областную организацию ветеранскую два года назад ну и вот мы работаем над тем чтобы наши ветераны были не забыты они себя не считают пожилыми людьми потому что вы же знаете образ пожилого человека это значит с палочкой еле двигается все а у нас большинство наших ветеранов ведут здоровый образ жизни энергичный я думаю что сегодня наши ветераны получат истинное удовольствие во-первых они пообщаются между собой это самое главное Усе уседло гомельские велосипедисты массовым заездом закрыли сезон каля тысячи человек приняли уделу в осенском велопробегу колона аматра у самого здорового и экологичного транспорта проехала по улицах города открывать и закрывать велосезон у гомеля у опушния годы стала доброй традицией проезжают по одним семьями проционными коллективами и великими компаниями Сяброу у нашем городе немало людей для каких велосипед не просто сродок перемещения а в образ життя как-то тает первый снег из моего подвала выбирается велосипед и он уходит с первым снегом примерно по снегу пока не рискую хотя есть знакомые которые и по снегу умудряются я часто катаюсь я принимаю участие во всех веломероприятиях я катаюсь в свободное время я очень люблю этот вид спорта и активным занимаюсь место старту пляцов каля Гомельского медуниверситета по информации организаторов попередни зарегистровалися для отделу у Восинским велопробегу каля 600 человек однак видовочно что приехало больше это самый демократичный вид транспорта от самых простых до супер просунутых и навод уникальных моделях велосипеды во всех розные однак мета одна от пачицы добро провести час и показать что перемещаться на двух колах модно охотках это станет еще и больше сручно есть проблемы по велодорожкам но как начальник управления ГАИ республики сказал это внесется изменение правила дорожного движения я думаю в следующем году и разрешат движение по автодорогам по улицам улицной дорожной сети только по выделенным дорожкам колонна велоаматоров проехала по улице Гомеля 18 километров и финишовала каля лядового палаца где удельников чекала забавляльная программа Максим Савин Алина Василюк Александр Харлампов Павел Антунов телерадо компания Гомель Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсті на нашым сайті у интернеті по адресі www.cveragomil.by На гэтым выпуск завершенный у студии працывала Наталья Игнатенко я и мои коллеги жыдаем вам плённых выходных до новых сустреч у эфіры Наталья Игнатенко Наталья Игнатенко Наталья Игнатенко